Деды Морозы, которые у нас будут идти с посохами, они пройдут немножечко вперед. Потом ведущий представляет заместителя главы. В любом важном деле главное тщательная подготовка и планирование. А что может быть важнее 1 декабря – парада Дедов Морозов и зажжение елок. Сбор седых волшебников и их помощниц проходит в зале Видновского историко-культурного центра. Именно отсюда и начинается главное шествие. Еще одна традиция – общая фотография. Ведь после зажигания огней на елке у кинотеатра «Искры» в Видном, Деды Морозы отправятся по другим уголкам округа. Бороды приглажены, посохи заточены. В сопровождении зайцев-музыкантов Деды Морозы отправляются в свое небольшое путешествие. Парад – давняя видновская традиция. На протяжении многих лет командует шествием воплощающийся в бородатого волшебника Александр Синица, более известный горожанам как «Клоун Алекс». Мы начинали парад Дед Морозов 10 лет назад во дворах на улице Школьной. Мы собирались с жителями, сами шили костюмы. У нас было около 50 Дед Морозов во дворах на улице Школьной. По ходу движения праздничной процессии делаются остановки. На них проводят конкурсы и состязания для взрослых и детей. Так, берем посох. Конкурс называется «Перетяни посох». Как загирает музыка. Более 20 Дедов Морозов и 10 Снегурочек участвуют в этот раз в торжественном шествии. Стоит отметить, что мероприятие проводится рядовыми жителями «Видного». Все, что нужно для этого – костюм и желание дарить хорошее настроение. Спустя некоторое время процессия прибывает на площадь у кинотеатра «Искра», где Дедов Морозов и Снегурочек уже ожидают жителей округа. Многие специально приезжают «Видное», чтобы принять участие в торжественной церемонии зажжения елки. С этого вечера, с этой минуты, все ребята, целый месяц загадывайте самые необыкновенные заветные желания. Вот здесь, вот за моей спиной, целый отряд волшебников. Они все ваши желания исполнят. Обязательно исполнят. После игр со зрителями поздравительных слов, песен и танцев, наконец, произошло то, ради чего все и собрались у праздничной елки. Загорелась она, естественно, только с третьего раза. Но загорелась же. Раз, два, три! Раз, два, три! В прошлом году парад возглавлял отряд барабанщиков. В этом поднимал настроение участникам праздника джаз-бенд. А вот что будет в году следующем, пока загадка. У нас могут на следующий год Дед Морозов поехать на велосипедах, на роликах, на коньках, на лошадях. А что будет, вы узнаете в следующем, в 2023 году. Мы вас приглашаем на парад Морозов 2023. Часть Дедов Морозов осталась у Искры, остальные разбились на команды, чтобы поехать дальше. Благо работы в ближайшие дни у них немало. Только сегодня у нас пять площадок в городе Видное и десять площадок по городскому округу. Но продлится еще и второго и третьего серия зажжения елок. Поэтому ждите чудо. В Видном, помимо елки у Искры, Деды Морозы посетили улицу Фокина, Расторгуевский парк, микрорайоны, Купелинку и Зеленые аллеи. Везде зажигая не только огоньки на зеленых красавицах, но и даря новогоднее настроение. Снеговик, давай еще раз! С Новым годом! Также 1 декабря новогодние елки зажглись в разных уголках округа. В Боброво и Новодрожжино, в ЖК Бутово парк и селе Молоково, в поселках совхоза имени Ленина и Бладарского, в Измайлове и Развилке. Игровые и развлекательные программы в рамках областной акции «Зажги елку» продолжатся 2 и 3 декабря. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.